Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я уверен, что подавляющее большинство из вас знают о высокой сердечно-сосудистой смертности. Более того, некоторые из вас даже знают такие понятия, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония и даже легочная гипертензия. У вас и у нас сегодня уникальный шанс. Мы в гостях у академика Российской Академии Наук, у главного внештатного кардиолога Российской Федерации, у Ирины Евгеньевны Чазовой. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна! Здравствуйте, Константин Павлович! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ирина Евгеньевна, у меня первый вопрос. Собственно говоря, мы хотели бы вас поздравить. Вы ведь не так давно стали академиком. Надо отметить то, что не только в нашей стране, но и в целом женщин-академиков не так много. И первый вопрос таков. Как вот лично вы считаете? У нас почему-то бытует мнение, что академик – это такой некий почетный титул, ну или как знак призвания, или признания. Но мне кажется, что в большей степени это огромная ответственность. Вот хотелось бы понять, что такое быть академиком? Я согласна с вами, Константин. Это, конечно, очень большая ответственность, но в то же время это знак и признания, и уважения. И, как правило, академики возглавляют какие-то школы, направления, деятельность различных медицинских кафедр, университетов. Поэтому я считаю, что присвоение мне звания академика – это не только моя заслуга, но и заслуга всего нашего коллектива. Потому что без поддержки коллег по работе, конечно, не смогла бы получить это звание. Очень важно, что это не назначаемая должность, а звание выборное. И выбирают, голосуют за меня самые уважаемые академики не только светилы медицины, но и всей российской науки. Поэтому сейчас, после преобразования Академии наук, конечно, это звание еще более почетно, еще более ответственно. Для всех и для меня тоже. Ирина Гиньевна, нередко в передачах мы говорим «доброе утро», но вот у каждого понятие «доброе утро» ассоциативно разное. Потому что, например, у журналистов зачастую это может быть в 12 дня, скажем, у других людей это может быть в 4 часа дня. Вот скажите, пожалуйста, во сколько встает Академик? Как начинается день? У Академик встает полседьмого утра. Наверное, я очень долго собираюсь на работу, потому что каждое утро в течение 20 минут я делаю зарядку. Это правило. Потому что уже без физических упражнений я не мыслю начало своего дня. Легкий завтрак, сборы на работу. На работу я приезжаю, наверное, не очень рано, где-то к половине девятому. И начинается мой рабочий день, а когда он заканчивается, не могу сказать по-разному. Иногда раньше, иногда позже. Ирина Гиньевна, вы успеете вообще, успеваете ли восстанавливаться? Вот при таком ритме? Я стараюсь восстанавливаться, стараюсь переключаться. Когда я работаю на работе, я думаю о работе, о рабочих планах. Но когда я прихожу домой, я стараюсь переключаться на дела моей семьи, на какие-то отвлекающие моменты, походы в театр, в кино, встречи с друзьями. Наверное, это мое хобби, которое помогает мне еще сохранять присутствие духа и здоровья. Мы еще вернемся к этому вопросу. Ирина Гиньевна, самый частый вопрос от телезрителей все же. Вы, несомненно, выросли в семье врачей. Вы были в окружении врачей. Вот скажите, пожалуйста, был ли у вас выбор, кем стать? И, может быть, было какое-то другое пожелание? Может быть, в 10-летнем возрасте вы, как многие, хотели какую-то выбрать другую профессию? Либо вы, с одной стороны, понакатаны, а с другой стороны, осознанно шли к этому выбору, к сложному выбору, к сложной профессии врача. Как это было? Сразу хочу сказать, что родители ни в коем случае не оказывали на меня давление. Они не говорили, что ты должна быть врачом или представителем какой-то другой специальности. В детстве мы часто фантазируем. И после того, как я посмотрела целый ряд советских фильмов о наших укротителе тигров, укротительницах тигров, мне захотелось стать укротительницей тигров. Но это желание, конечно, быстро прошло. Потом я хотела стать переводчиком, потому что достаточно хорошо владела английским языком. Но к концу окончания школы все-таки решила, что надо продолжать традиции моих родителей, бабушек и дедушек. Дело в том, что когда ты живешь в медицинской семье, ты просто живешь медициной. Я часто приходила на работу и к папе, и к маме, вдыхала запах лекарств на крахмальных белых халатов. И, наверное, прониклась этим духом. Сложно сказать, что это осознанный, неосознанный выбор. Знаете, я ни разу не пожалела, что я стала врачом. Я очень рада, что моя дочь продолжает мои традиции. Вот интересный тогда момент. Вот в актерской среде очень неоднозначно понимают, вот если у тебя бабушка, дедушка, и ты тоже идешь дальше по этой линии. Помогает ли это? Либо, наоборот, многих от тебя отталкивает то, что у тебя знаменитый родственник-врач, который добился каких-то больших результатов и успехов. Где это может быть за помощь, а где это действительно отталкивает людей? Потому что я знаю, что с этим есть проблема. Есть с этим проблема, но я хочу сказать, моих пациентов никогда не отталкивало то, что я из семьи врачей. Я очень рада, что, в общем-то, население нашей страны очень по-доброму относится к династиям врачебным. Скорее, зависть и какое-то злорадство испытываю я со стороны некоторых своих коллег, которым кажется, что то, чего я достигла, все это сделал мой папа великий. Но это совсем не так, потому что за рубежом я известна не меньше, чем в нашей стране, а по некоторым позициям даже больше. Я занимала и занимаю некоторые общественные посты, которые не занимают многие наши другие известные ученые. И здесь уже точно никакого влияния мои звездные родители не оказывали. Сейчас подавляющее большинство врачей говорят о доказательной медицине. И это, наверное, здорово, потому что доказательная медицина, безусловно, присутствует во всем мире. Вот хотелось бы понять, насколько нам нужны и как у нас происходит, как мы разрабатываем наши клинические рекомендации в кардиологии, да и в целом, по большому счету. Конечно, доказательная медицина, она играет большую роль в современном правильном лечении больных не только сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и с другими болезнями. Что такое клинические рекомендации? Это как бы квинтэссенция того знания, которое скопило человечество. Это не только знания наших врачей российских, но и знания наших зарубежных коллег, которые в сжатой, краткой, очень понятной форме изложены в так называемых клинических рекомендациях. Клинические рекомендации отражают наше последнее представление о том, как надо обследовать и лечить больных. Поэтому недооценивать роль клинических рекомендаций в стандартизации лечения нельзя. Очень хотелось бы обратиться к врачам. Надо перестраиваться на то, что клинические рекомендации должны быть настольной книгой каждого практикующего врача. Рентген, тогда получается и следующий вопрос. Клинические рекомендации – это прекрасно. Хочется спросить, потому что, знаете, такие два лагеря сейчас образовались. Потому что одни, безусловно, и, понятно, поддерживают доказательную медицину, но другие, не менее маститые врачи, говорят о том, что надо вспомнить еще о том, что есть клиническая база, клиническое мышление. То, к чему прививают в наших знаменитых академиях медицинских. Вот мне кажется, что немножечко сейчас мы отходим от понятия клинического мышления и больше работаем по шаблонам. Надо соблюдать золотую середину. Конечно, нельзя механистически перекладывать клинические рекомендации на каждый случай. Но клинические рекомендации – это как бы путеводная звезда, которая помогает вам плыть в море наших возможностей. Дело в том, что еще 10 лет назад в кардиологии и в других медицинских специальностях у нас не было таких возможностей. И сейчас для того, чтобы правильно применять и диагностические методы обследования, и имеющиеся лекарства назначать, и правильно рекомендовать ту или иную хирургическую операцию, надо знать, где это возможно, где нужно, а где нет, используя уже имеющийся опыт. Но, конечно, если вы не клиницист, если вы не смотрите больному в глаза, если вы не хотите с ним поговорить и просто выслушать его, вы не можете быть полноценным, хорошим доктором. Спасибо большое. Мне кажется, это очень ценно, потому что в неком роде мы утратили правильную медицинскую этику и деонтологию. То, что должно быть как бы у каждого врача, то, что вы сейчас и озвучили. Елена Евгеньевна, но основным направлением вашей деятельности, в общем-то, на протяжении всей вашей карьеры было и остается, в частности, артериальная гипертония. Под эгидой кардиоцентра, под эгидой вас, под эгидой национального общества проводится огромное количество конгрессов. Вот хотелось бы понять вообще, какова эпидемиология артериальной гипертензии, какие вехи у нас есть и успехи в этом, и насколько все-таки это страшное заболевание, о котором многие даже не подозревают. Да, действительно, артериальная гипертония – это большая проблема. Если говорить об артериальной гипертонии, как о мировой проблеме, то полтора миллиарда человек на Земле имеют повышенный уровень артериального давления. В нашей стране, к сожалению, распространенность артериальной гипертонии очень высока, и она повышается. Сейчас 45% мужчин в нашей стране и 41% женщин имеют повышенный уровень артериального давления. Чудовищные цифры. Это огромные цифры. Это говорит о том, что мы ведем неправильный образ жизни, потому что артериальная гипертония – это социально обусловленная болезнь. Это значит, что распространенность ее зависит как и от социальных каких-то проблем, которые присутствуют, конечно, в нашем обществе, но также и от образа жизни нас с вами. Если говорить о вкладе артериальной гипертонии в структуру заболеваниями, сердечно-сосудистыми, то 40% сердечно-сосудистых заболеваний – это артериальная гипертония. Но как непосредственная причина смерти от сердечно-сосудистых причин, артериальная гипертония стоит на последнем месте. Только 2% смертей непосредственно связаны с артериальной гипертонией. Но артериальная гипертония – это важнейший фактор риска инфарктов и инсультов. Их в нашей стране очень и очень много. Поэтому артериальную гипертонию мы рассматриваем как фактор, на который можно подействовать для того, чтобы не умереть от таких грозных заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт. Соответственно, и обследование больных, и лечение больных с артериальной гипертонией должно преследовать эту цель. Если говорить о том, появились ли новые какие-то прорывные лекарства в лечении артериальной гипертонии – нет. К сожалению, ничего нового в плане лекарственной терапии последние годы не создано. Но до этого гипертонизиология, наука об артериальной гипертонии, развивалась так интенсивно, что у нас уже есть пять основных классов лекарственных препаратов для лечения артериальной гипертонии и три дополнительных класса, которые мы можем назначать вместе с представителями основных групп лекарственных средств. Так что если говорить о наших современных возможностях лекарственной терапии, то они поистине безграничны. Но здесь мы являемся заложниками нашего богатства. Дело в том, что когда 1-2 лекарства существуют, то врачу легче выбрать из 2-3. А когда существует очень большой выбор возможностей лечения больных с артериальной гипертонии, вот тут и начинаются проблемы. Здесь возвращаемся к вопросу о клинических рекомендациях. Строгое исследование клиническим рекомендациям, соблюдение их является очень важным в лечении больных с повышенным артериальным давлением. И здесь, конечно, роль врачей и научных медицинских обществ, которые занимаются изучением артериальной гипертонии, состоит как раз в информировании практических врачей о том, как нужно правильно лечить больных с артериальной гипертонией. И вот этим как раз мы занимаемся на наших российских и международных форумах. И еще раз смотрим и вырабатываем более правильные алгоритмы лечения больных с артериальной гипертонией. Ирина Евгеньевна, я знаю, что это не только международные, но вы проводите огромное количество школ, школ семинаров. Притом вы лично сами даже их проводите. Это происходит не только для кардиологов, но и, по большому счету, для врачей общей практики. Скажите, пожалуйста, какое лично ваше отношение, если бы наши поликлинические врачи более углубленно понимали, что такое артериальная гипертония, они бы нам помогли в работе кардиолога? Безусловно. Вообще артериальная гипертония – это кардиологическое заболевание, которое должны лечить терапевты. И если терапевты будут справляться с артериальной гипертонией, правильно подбирать лечение, не бояться назначать 2 и даже 3 препарата больному с артериальной гипертонией, объяснять более подробно о правилах здорового образа жизни, о правилах лекарственной терапии и самоконтроля артериального давления, то у кардиологов, у представителей других специальностей, у врачей скорой помощи будет меньше работы. Но ведь есть случаи, когда назначается огромное количество этих классов антигипертонивной терапии, но она все же не помогает. Хотелось бы от вас услышать, что это за редкие такие случаи гипертонии, и как с этим возможно справиться в условиях современного времени? Если говорить об истинной рефракторной артериальной гипертонии, это та гипертония, которая не поддается лечению тремя и более препаратами. То среди гипертоников таких больных где-то не более 10%. Очень часто к нам поступают больные с направительным диагнозом рефракторной артериальной гипертонии, даже из очень уважаемых коммерческих клиник. И потом, когда мы разбираемся, оказывается, что лечение назначено очень бестолково, и очень много препаратов назначены не по назначению и бессмысленно. После того, как мы меняем терапию из всех больных, которые к нам поступают с диагнозом рефракторной артериальной гипертонии, только 10% являются лицами с истинной рефракторной гипертонией. И вот таким пациентам показаны уже, конечно, и особые схемы лекарственной терапии, которые немножечко отличаются от общепринятых, и проведение инвазивных методов лечения, таких как радиочастотная донервация почечных артерий. Ирина Евгеньевна, а если чуть попроще, что это, собственно говоря, такое? Попроще это лечение с помощью электрода, который вводится в почечные артерии и как бы пережигает нервные окончания, нервные пути. И это снижает повышенный тонус нервной системы, и таким образом вторично снижает артериальное давление. Ирина Евгеньевна, но вот возникает сразу такой вопрос. Даже уважаемые частные клиники, некоторые государственные клиники направляют пациента уже с выставленным диагнозом, а получается на деле правильный диагноз нередко не поставлен. То есть есть ли проблемы в самом обучении кардиолога на данный момент? Как вы считаете? Вы знаете, трудно сказать, есть ли дефекты в обучении. Мне кажется, что каждый студент медицинского института должен сам быть мотивирован к обучению. Если он не захочет, никакой великий профессор светила педагогики не сможет вложить в него основу медицины. Поэтому если затрагивать вопрос о том, кого мы должны принимать в медицинские вузы, то здесь, конечно, помимо математики, химии, физики, биологии, что там еще сейчас дают наши уважаемые вузы, я бы проводила анкетирование и тестирование у психолога. Потому что мне кажется, что причина всех врачебных ошибок не в незнании, а в нелюбви и невнимательном отношении к пациентам. Если вы внимательно относитесь к пациенту, вы зайдете в интернет, а там есть все клинические рекомендации, все данные. Вы посмотрите книгу, еще раз повторите, проверите свои знания. Но никогда не будете равнодушны к той проблеме, которая возникла у вашего пациента. Поэтому, конечно, определенный склад нервной системы, определенный склад характера обязательно должен быть присущ хорошему врачу. Вы ездите по регионам. Вот скажите, пожалуйста, как у нас вообще обстоят дела в России? Какие регионы наиболее успешны, а в каких еще есть проблемы? И вот хотелось бы понять, по местному масштабу помогает ли вам какая-то власть, губернаторы в том числе? И еще следующий вопрос такой. Региональные СМИ помогают ли вам в вашей работе кардиолога по просвещению молодежи в частности? К сожалению, я должна констатировать, и начну с последней части вашего вопроса, что региональные СМИ не всегда помогают нам так активно, как нам бы хотелось. Вообще, роль средств массовой информации должна быть усилена в пропаганде здорового образа жизни и в помощи нам, врачам. Мне кажется, что последний случай избиения врачей, это в том числе и косвенно вина СМИ, потому что последние годы в средствах массовой информации очень часто бывают негативные информации о врачах, об их врачебных ошибках, каких-то недоработках. И, конечно, это потенцирует наших пациентов, особенно с неустойчивой психики, на агрессию. Поэтому я хотела бы призвать союз журналистов и всех, кто имеет отношение к СМИ, к более сбалансированному освещению работы медицинских работников и более аккуратному наклеиванию ярлыков на врачей. Да, я тут со своей стороны хочу вас поддержать, поскольку это обращение исключительно к журналистам. То, что не забывайте, что всегда должно быть два проверенных источника перед тем, как вы что-то пишете. Ирина Евгеньевна, но возвращаясь к регионам. Да, возвращаемся к регионам. К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос так подробно. Хочу сказать, что традиционно у нас более благополучно обстоят дела с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вообще с артериальной гипертонией. В южных регионах, вот Южный федеральный округ, он более благополучно, там теплее, там много фруктов, овощей. Более проблемный северо-западный регион. Там всегда было большое распространение артериальной гипертонии, там были более сложные регионы в социальном плане, и там дела обстоят хуже. Сибирь, как ни странно, достаточно благоприятный регион. А вот центральный федеральный округ, он очень-очень разнообразен. Есть и более депрессивные регионы, где артериальная гипертония чаще встречается. Есть более прогрессивные регионы, более богатые, Москва, например, где обстоит дело с артериальной гипертонией лучше. Но, наверное, стоит говорить не о регионах, а о группах пациентов, среди которых артериальная гипертония распространена больше. И здесь я хочу развеять миф о том, что богатые люди болеют артериальной гипертонией меньше, чем бедные. Нет, в нашей стране абсолютно нет никакой связи между уровнем дохода и распространенностью артериальной гипертонией. Но зато есть честкая связь между распространенностью артериальной гипертонии и уровнем образования. Чем более образован человек, тем он лучше лечится, и тем он лучше контролирует свое артериальное давление. Чем менее образован человек, тем менее цена, наверное, по его понятиям его жизнь, и тем хуже обстоит дело с лечением и с контролем артериальной гипертонии. На селе вроде бы казалось, что свежий воздух, артериальная гипертония должна быть распространена меньше. Но нет. Как ни странно, за городом, в сельских районах артериальная гипертония распространена больше, и там хуже обстоят дела с лечением данной категории пациентов. Ирина Евгеньевна, конечно, самый интересный и знаковый вопрос по отношению к вам, поскольку сфера ваших интересов очень глубоко лежит в легочную гипертензию. Потому что вы на протяжении всей жизни занимались, вы являетесь по большому счету основоположником легочной гипертензии в нашей стране. Вообще хотелось бы для наших обычных телезрителей, чтобы вы объяснили, что такое легочная гипертензия, потому что далеко не все понимают. Мне бы более того хотелось, чтобы вы рассказали, почему это так страшно. Потому что когда мы слышим слово «рак», мы начинаем задумываться о том, что надо срочно бежать к врачам. А когда мы слышим легочная гипертензия, это такое расхожее понятие, которое вроде бы мы попытаемся полечить сами. Расскажите, пожалуйста, что это такое, какие есть прорывы, ну и вообще, кто чаще болеет? Легочная гипертония по аналогии с артериальной гипертонией – это повышение давления, но не в сосудах, которые снабжают кровью наш организм в целом, а в тех сосудах, которые снабжают кровью легкие. Легочная гипертония, как дитя у семи нянек, она без глаза. Дело в том, что легочная, значит, должны заниматься пульмонологи, а гипертония – кардиологи. И вот не поделят кардиологи с пульмонологами, кто должен заниматься легочной гипертонией. Поэтому как-то в течение очень долгого времени было перекидывание ответственности от одних специалистов на другим. Но сейчас мы вместе с пульмонологами объединились, и вот уже не одно десятилетие мы вместе работаем над этой проблемой. Это очень приятно. И мы поняли, что легочная гипертония – это, во-первых, не такая редкая болезнь, не такое редкое состояние. Что легочная гипертония значительно укорачивает продолжительность жизни. Вот вы упомянули онкологические заболевания, и действительно, наверное, наиболее злокачественной болезнью является рак легкого, который приводит к смерти в течение где-то года полутора с момента постановки диагноза. Но я хочу сказать, что больные с тяжелой легочной гипертонией живут немногим дольше. Тоже с момента диагностики тяжелой легочной гипертонии до смерти проходит где-то около двух лет. И вообще продолжительность жизни больных с легочной гипертонией и онкологических пациентов весьма и весьма близка. К счастью, в последние годы мы наблюдаем действительно бум возможностей в лечении больных с легочной гипертонией. Это и создание новых лекарственных средств, которые значительно улучшают прогнозы больных с легочной гипертонией, продлевают действительно их жизнь. Теперь нередко больные с легочной гипертонией живут и 30, и 40 лет. И это потрясающие совершенно результаты, которых еще 30 лет назад мы не надеялись, не мечтали получить. Это и возможности хирургического лечения различных форм легочной гипертонии, которые тоже сейчас развиваются. Поэтому если говорить о том, что в артериальной гипертонии, гипертонической болезни, имеется какое-то застывшее состояние, как бы стагнация, то настоящий бум, прорыв научный мы наблюдаем по проблеме легочной гипертонии. К сожалению, женщины молодые болеют легочной гипертонией значительно чаще, чем мужчины. И незнание врачей о том, что легочная гипертония, которая никак зачастую себя не проявляет клинически, это тяжелое заболевание, служит этим симпатичным молодым девушкам не лучшую службу. Очень часто пациентки, которых, как это говорят, отфутболивали, не принимали в целом ряде клиник, приходят к нам уже запущенные в форме легочной гипертонии. Поэтому тоже хотела бы обратиться к практикующим врачам. Если пришла вам на прием худенькая девушка, которая говорит, что у нее одышка, что у нее бывают обмороки, не считайте ее симулянткой или агроманткой, пожалуйста, направьте ее на обследование, пусть ей сделают хотя бы их кардиографическое исследование, послушайте ее внимательно, легкие сердца. И очень часто можно будет выставить диагноз легочной гипертонии уже даже после осмотра и внимательного расспроса вашей пациентки. Рентген, в этом ключе тогда вопрос следующий. Вот какое ваше личное отношение к гормональным контрацептивам? Потому что до какого-то момента, насколько я слышал, бытовало мнение, что это именно они провоцируют возникновение легочной гипертензии. Очень много сейчас в СМИ, в общем-то, муссируется гормональных контрацептивов. И хотелось бы понять, вот на данном моменте, потому что фармакологический рынок тоже растет, я думаю, что там тоже далеко не глупые люди, которые этим занимаются. Так ли это страшно, на самом деле, гормональные контрацептивы? Нет, это совсем не страшно сейчас, потому что современные гормональные контрацептивы, они безопасны, они содержат минимальное количество эстрогенов, которые и ассоциируются с повышенным риском тромбообразования. Действительно, раньше, когда только первое поколение данных препаратов вышли на рынок, в лекарственных средствах, применяющихся для контрацепта, содержались очень большие дозы эстрогенов. Которые приводили к тромбообразованию. Но эти препараты сейчас не применяются, и можно применять контрацептивы вполне-вполне без ущерба для здоровья. Единственное, конечно, надо следить за собой, не курить и вести здоровый образ жизни. Ирина Геннадьевна, я вас хочу поздравить. Я точно знаю, что у вас был создан регистр по легочной гипертензии. Я думаю, что это большой прорыв для всей нашей страны. Но вот хотелось бы понять, да, вот эти препараты действительно появились, но, насколько я слышал, эти препараты очень дорогие. Конечно, эти препараты дорогие, потому что препараты относятся к группе арфанных лекарственных средств. Мы говорили о том, что хотя и больных с легочной гипертонией достаточно много, но все-таки не такое количество, как больных с артериальной гипертонией. Поэтому производители лекарственных препаратов, ставя такую большую цену на лекарства, они вкладывают туда свои затраты на изобретение и апробацию лекарственного препарата, внедрение его в клиническую практику. Но для арфанных препаратов тоже могут быть созданы генерики. И вот сейчас уже для первых препаратов создаются генерики, которые значительно дешевле, чем аналоги. Я слышала, что даже в России создаются генерики целого ряда препаратов, которые используются для лечения больных с легочной гипертонией. Это, конечно, большое облегчение и для бюджета, и для самих пациентов. Единственное, когда создаются копии, воспроизведенные препараты, очень важно жестко контролировать качество, чтобы оно не страдало, а было такое же, как и у оригинаторов. Спасибо большое. Ирина Евгеньевна, буквально короткий вопрос. Хотелось бы как-то немножко подытожить, что у нас происходит с ашемической болезнью сердца, собственно говоря, с инфарктами, и снизился ли в целом сердечно-сосудистый риск у наших пациентов? Да, конечно, у нас снизилась смертность от болезни системы кровообращения. В конце 2016 года смертность от БСК, как мы сокращенно называем наше заболевание, составила 614 случаев на 100 тысяч населений. Это такое хорошее снижение. Снизилось распространение инфарктов миокарда. Сейчас 42 случаи на 100 тысяч населения и 325 смертельных случаев на 100 тысяч населения, если говорить об ишемической болезни сердца. Много или мало? Конечно, это позитивная динамика. Смертность по всем этим показателям в нашей стране снижается, но все равно это выше, чем имеют наши зарубежные коллеги. Поэтому здесь, конечно, надо радоваться, что все наши мероприятия, которые мы проводим вместе с Министерством здравоохранения, они эффективны. Но в то же время не надо расслабляться, надо продолжать работу в этом направлении. Ирина Евгеньевна, ложка дегтя. И потом будут три заключительных вопроса, конечно, наиболее приятные. Ложка дегтя звучит таким образом. Я нередко натыкаюсь на информацию в разных средствах массовой информации. В основном, конечно, это на просторах интернета. О том, что наши мастодонты, великие наши светилые академики, рекламируют якобы, ну, в частности, вот вы, препараты для лечения артериальной гипертонии, которые, по сути, даже не являются БАДами. Вообще, как с этим бороться, как к этому относиться? Наверное, надо обратиться в прокуратуру. Мы написали заявление в прокуратуру, это мошенники. И мне было очень горько, что мои знакомые из Соединенных Штатов Америки, из Израиля, звонили мне и говорили, Ирина, вот мы так скучали, увидели тебя в интернете, ты сказала, что эти препараты очень хорошие, мы их купили. Я была просто шокирована, потому что я не имею к этому никакого отношения. Я не знаю, как с этим бороться, потому что мы направляли опровержения на мой сайт и писали в российскую газету. Но, к сожалению, деньги, которые получают мошенники, значительно больше, чем то, что мы можем сделать бесплатно. Поэтому вот информационная сила на их стороне. Мне кажется, что здесь нужно как-то менять, может быть, законодательство и усиливать ответственность за мошенничество в интернет-сетях. Я очень надеюсь, что наше государство будет работать в этом направлении. Потому что и я, и другие мои коллеги, имена которых так бессовестно используют, мы очень переживаем по этому поводу. Даже наши объединенные усилия в настоящее время неэффективны. Ну а я, со своей стороны, хочу сказать, что когда вы заходите на любой форум, чтобы посмотреть, как работает врач, вы готовы провести там 15-20 минут. Вот потрудитесь тоже зайти на форум, почитать об этом препарате, почитать об этом академике. И тогда у вас точно не будет заблуждений о том, что какой-то БАД может быть прорекламирован великим академиком, великим врачом, который знает, что это просто не работает. Ирина Геевна, позвольте, я вас процитирую. В одном из интервью вы сказали, что для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы человек должен в частности оптимистично смотреть на жизнь и доброжелательно относиться к людям. Потому что исследования показали, что печаль, уныние и гнев сопровождаются выбросом гормонов, которые негативно влияют на сердце и сосуды. Совершенно очевидно, что у вас такая замечательная жизненная позиция. Ирина Геевна, какие практические советы для наших пациентов? Какие практические советы для ваших коллег, для врачей? Вот как, собственно говоря, нам избавляться от этого негатива? Ну, надо работать над этим. Ведь всегда говорят, что оптимист считает, что стакан наполовину полон, а пессимист, что наполовину пуст. Поэтому, наверное, с каждым из нас случаются какие-то неприятности. У каждого бывает плохое настроение. Но надо настраивать себя психологически, работать над тем, чтобы не унывать, когда что-то происходит в жизни, а просто думать, как справиться с этой проблемой. И надеяться на лучшее. Надо быть стойким. Кстати, вот этому меня учил мой папа, академик Чазов. Вы знаете, что его жизнь не была усыпана розами. И в советское время и в постсоветское время тоже на его долю выпало очень много испытаний. И, конечно, стойкости и оптимизма я училась от папы. И вот все то, что я говорю сейчас вам про то, что надо настраивать себя на позитив, это те слова, которые говорил мне мой отец. Поэтому, возвращаясь к тому, что дают родители, наверное, самое главное то, что они дают своим детям, если они мудрые родители, это не деньги в карман, а какие-то правильные жизненные установки. Вы знаете, Ирина Генневич, я сейчас посмотрел на нашего режиссера и оператора. Вот они как-то вникли, прониклись этим. Да, 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 прям по глазам вижу, что так оно и есть. Ирина Генневич, скажите, пожалуйста, какие хобби у академика? Ой, вы знаете, на хобби нет времени. Наверное, если бы было много больше времени, я бы занималась вышиванием. В детстве я очень хорошо вышивала крестиком. Вот это неожиданно. Да, неожиданно. Это очень меня успокаивало. Но, может быть, когда я немножечко еще продвинусь в возрасте, опять вернусь к этому чудесному хобби вышивания крестом и гладью. Этому меня научила бабушка. А сейчас на учтении книг и российские писатели, Чехов, Паустовский, очень люблю и перечитываю, особенно когда плохое настроение. И более современные писатели всегда согревают как-то душу, успокаивают. И походы в театр с друзьями тоже помогают расслабиться. Сейчас очень много хороших постановок в российских театрах. Ходить в театры. Елена Гинна, последний вопрос. Есть такой замечательный писатель, вы его знаете, конечно, Марсель Пруст. Господин Познер очень любит задавать ряд вопросов от него. Ну и, в частности, один из вопросов, вот если бы вы оказались перед Богом. Я такой вопрос вам не буду задавать. У меня вопрос следующий. Вот если бы вы оказались на месте меня, какого человека вы бы хотели, захотели бы проинтервьюировать? Кто бы вам был так интересен? Возможно, это из прошлого человека. А вы знаете, наверное, Антона Павловича Чехова. Я почему-то догадывался, что это будет именно такой ответ, да. Мне бы очень хотелось узнать его путь в медицине, почему он все-таки предпочел быть писателем, а не медиком. Но, тем не менее, огромное количество книг написал про врачей и записки, которые мы читаем, читают врачи и очень его любят. Ирина Евгеньевна, большое вам спасибо. Большое спасибо, что вы уделили и нашли время нам. А я очень надеюсь, что наши уважаемые телезрители услышат вас, услышат ваши советы, и не только телезрители, но и наши молодые врачи. И будут стремиться развиваться и делать нашу медицину только лучше. Большое спасибо. Спасибо вам и здоровья, и удачи во всем. Спасибо.